Болетчиков на стадионе «Газовик» в Ростышах после долгой зимы ожидал сюрприз – большой ремонт. Реконструкция стадиона началась с западной трибуны. Сейчас на ее месте вырыт котлован, ежедневно идут работы, и вот так она должна будет выглядеть уже этим летом. А пока зрители, расположившиеся на восточной и на части северной трибун, пришли посмотреть на противостояние с Сибирью. Соперник серьезный, с громкими именами в составе. Бывшие ростовчане Рогочий, Астафьев, в недавнем прошлом форвард сборной России Адамов. Однако хозяева не тушевались и поначалу владели преимуществом. Отличный шанс открыть счет предоставился Кобялко, но Антон попал прямо во вратаря. Затем игра пошла на встречных курсах, но по-настоящему 100% моментов соперники не создавали, ведя жесткую борьбу практически на каждом участке поля. В защите «Газовика» надежно отработала габаритная связка Адыво и Андреев. Активно действовали малых друзей Бреев. В составе, что неудивительно после межсезонья, был и ряд новичков во главе с вратарем Абакумовым. И они произвели неплохое впечатление. И Ткачук, и Коронов сегодня, которые играли в основном составе в атаке, могут играть, на мой взгляд, сильнее и будут играть сильнее. Афонин, да, и яркий игрок основного состава, он нам очень сильно помогает и играет на достойном уровне. Но опять же, хотелось бы от него больше действий вперед таких конкретных. Ну и Барсов вышел на замену, затея там несколько минут не успел себя проявить. Ближе к концу матча гости завладели инициативой и оккупировали нашу половину поля. Но хозяева строго сыграли в обороне и не позволили сибирякам придумать что-нибудь опасное. Типичный весенний футбол принес обоим соперникам по очку. Потихонечку налаживаем, все нормально. Я думаю, в дальнейшем придут победы. Надо забивать, не забиваешь, не выигрываешь. Игра была равная, не очень выразительная, вернее вообще не выразительная. Много борьбы, много сутолки. Таких действий разумительных бы не видел с обоих сторон, с нашей и, наверное, со стороны противников. Поэтому, наверное, счет закономерный. Закономерная ничья. Если прошлую игру, которую мы играли в Новосибирске с Инесеем, на мой взгляд, у нас было там больше голевых моментов, каких-то подгодов, то сегодня, несмотря на наш там, может быть, один стопроцентный голевой момент в первом тайме, да, в целом игра равная. Две стартовые игры принесли «Газовику» два очка. Всего их 34 и 10-е место в таблице ФНЛ. В следующее воскресенье принимаем еще одного соперника с Востока – «Скай Энергию» из Хабаровска. Анатолий Юдинич, Дмитрий Примачек. Новости дня.